Такие игры пропускать нельзя. Сегодня будет интересно. Сегодня мы смотрим классный футбол. Матч скоро начнется. Никуда не уходите. Кто победит, ответ вы узнаете на EATV. Добро пожаловать в Лондон на Emirates Stadium. Комментировать матч сегодня будут Георгий Черданцев и Константин Генечко. В прямом эфире мы сегодня смотрим одну из интереснейших либ мира, английскую премьер-либу. Arsenal сегодня играет против Brighton. Спасибо, Георгий. Что ж, команда уже на поле, заряжена на игру и готова показать замечательный футбол. Надеюсь, они нас сегодня не разочаруют. Классно играет он в этом эпизоде, это главное. Такое бывает, это автогол. Не повезло игроку в этом моменте. От него мяч срезался в сетку своих же воротов. 1-0. Сейчас будет веселее. Атакует. Но не получается как-то развить этот эпизод, теряют они мяч. Удар! Латарь спасает, но эпизод еще не окончен. По мячу поп... И это пенальти, отличный шанс у Arsenal. Судья хотя бы не показывает предупреждение, можно не спорить. Что здесь спорить? Они и сами понимают, что слишком неаккуратно сыграли в штрафной. И хорошо, что обошлось без карточки. Сейчас нужно забивать и сравнивать счет. И забивает он с пенальти. Еще раз смотрим исполнение этого пенальти. Идеальный парашют просто по учебнику. И для галкипера, конечно, весьма обидный удар. Снова равенство на табло 1-1. На кирпе было 3, и они были вертикальными. Но впоследствии клуб переехал в другой район Лондона, и связь с историей решил сохранить. Современный вид эмблема Arsenal приобрела в 2002 году, когда в пушку... Мартин Олегард. И мяч залетает в ворота. Обманул он соперника, убрал мяч назад немного и отдал пас. После такого паса сложнее было не забить. Так что без проблем мяч зашел в створ в ворот. Игра возобновляется. Счет уже 2-1. Дэни Уэлбек. Может он сравнять счет? И просто гол мечты! Давайте еще раз посмотрим на забитый мяч. Действительно отлично он перебросил мяч через вратаря. Невероятную игру мы с вами сегодня смотрим. Счет у нас снова равный. Дэни Уэлбек. И на этом первая половина матча заканчивается. Свисток судьи отправляет команды на перерыв. Обычно он играет лучше, так ведь, Константин? Пока что защита справляется с угрозой от этого игрока. Ничего опасного создать не получается. Чтобы выйти вперед, нужно как-то выбраться из-под этого защитного колпака. Вторая половина матча началась. Чистый пенальти! Желтая и пенальти. Таков итог нарушения в штрафной. И спорить с арбитром бесполезно. Все по делу. Свежий игрок появляется на поле. Вот она возможность снова выйти вперед. И реализован пенальти. Какие эмоции! Тренер празднует вместе с игроками. Еще раз пенальти давайте посмотрим. Классно он развел голкипера и мяч по разным углам. Вот это поворот в нашем матче. В концовке все-таки получается команде выйти вперед. Точнее и у вратаря были бы проблемы. Но повезло. Букая Сакан. Четыре минуты добавил судья к основному времени матча. Можно развивать атаку по флангу. Его никто не встречает. Хороший пас получился. И это гол! Гол! Они забивают в самом конце матча! Да! Потрясающая развязка! Все-таки ничья! Как здорово он пас отдал. Очень уверенно это сделал. А вот завершающий удар вышел неуклюжим. Но гол есть гол. Тут красота дело десятая. Три-три. Вот это матч. 90 минут командам оказалось недостаточно чтобы выявить победитель КОНЕЦ